Привет, девчонки и мальчишки! 25 число, сегодня уже обед, на улице пасмурно, но меня радуют мои орхидейки, которые вот цветут очень долго на кухне. Может быть, я вам потом поставляю фотки, может нет, не знаю. Сегодня еще не знаю, что такое. Так, у меня сегодня будет с ребенком родительское собрание в странном формате. То есть, получается, я, моя Энн и учительница будет. До этого у нас было собрание общее, родительское собрание, где присутствовали родители с шестых классов, то есть, у них три шестых класса, а четыре шестых класса родители. Родителей было немного, и в основном информация касалась того, что если возникают боли на детей, как на это реагировать, какие инстанции обращаться, то есть, вы говорите это учителю, учитель придется дальше, то есть, вот эта вот лестница, структура, потом информационная, то есть, вот много потратили мы времени, часа полтора, но разговор касался в основном вот этих вот проблем, о том, что недопустимо, что вскоре кого-то там обижали, либо по национальному признаку, либо по внешнему признаку, то есть, вы должны своим детям доносить, что все равны, независимости от раз, от цвета, от каких-то, как сказать, увлечений, каких-то своих взглядов, то есть, что все равны. Вот полтора часа рассказывали об этом. Потом еще поговорили о днях рождения, что, опять-таки, если у ребенка дня рождения, приглашают всех, либо если мальчик может пригласить всех мальчиков, если девочка может пригласить всех девочек, ну, вот какие-то такие, больше организационные были моменты. Я туда шла, думая, что там сейчас будут рассказать нам об успеваемости наших детей, о том, какие сильные стороны, слабые стороны, о том, что будет начало в учебном процессе. Этого не оказалось. То есть, в том году у нас уже было такое собрание, когда вот втроем я, два учителя и Энн, то есть, мы общались, еще был директор школы в том году, и вот какие-то у нас вопросы, но они больше касались не успеваемости, а в том, как ей лучше адаптироваться, что вот с их стороны они могут сделать для того, чтобы ей было комфортно. Что в этом году сегодня будет, я не знаю, но тоже иду с целью, что, скорее всего, будет что-то такое. Что меня еще как-то вот в этом плане беспокоит, что, помните, Энн, такая компания, организация, статпо это называется, решили, что ей для хорошего изучения в школу нужен такой монитор, на котором она вот положила, допустим, учебник, здесь она его двигает, то есть, двигает на мониторе, все очень крупно, она может смотреть. И есть еще камера, то есть, камера, она тоже, скажем так, мышкой направляет и может наблюдать то, что, например, на доске гораздо ближе, то есть, приближая к себе. И вот для чтения домой ей, в принципе, одобрили такое же устройство, чтобы она могла читать мелким текстом книги, потому что в библиотеке взяла и все книги мы отдаем, она просто читать их не может. Вот, то есть, это было в том году зимой. Скоро уже зима следующего года, оборудование там так и не поступило, но нам пришли очки для плавания затемленные, очки пришли ей обыкновенные для школы, вот, но она их одевает, говорит, мам, у меня в них все расплывается, я говорю, быть не может, потому что эти очки тебе снимали с тех очков, которые у тебя уже есть, она говорит, мам, ну я не могу не ходить, все расплывается. То есть, пока с очками у нас отсажили в сторону, говорю, на сетечке, которые у тебя пока есть, линзы не поцарапаны, все в порядке. Вот, и еще там ей одобрили большую лупу, чтобы есть мелкий текст, чтобы она могла большую лупу отчитать. Вот, я уже давно пошла, купила сама лупу, но думаю, в StartPage же ей одобрил, ей же заказали, то есть, она рано или поздно придет. Зачем же я буду тратить деньги, что, ну, она у нее, эта лупа ей придет. И каждый раз думаю, так, лупа не пришла, пойти купить потом. Нет, вот я куплю, она придет, я куплю, она придет. Ну, таким способом. Еще, то есть, это я вам сказала, что у нас сегодня будет родительское собрание. В двух словах расскажу вам, конечно, потом, что там у нас будет и как. Еще сегодня распечатала себе резюме, видите, свое цветное, распечатала его в цветном формате. Мне в составлении СЭВЭ помогала моя знакомая, потому что я его сделала, начала делать. Но то, что я перевела в двух наследий, это казалось просто жуткое. Она говорит, так не пишется, так не говорится, должности вообще по-другому пишутся, произносятся. Вот. Она мне, конечно, огромное спасибо помогла сделать нормальное СЭВЭ, структурированное, с фотографией. Сказала мне, нет, нет, единственное, здесь возле стеночки, фотографируйся. Я вот дома возле стены сама сфотографировалась. Говорю ей, пойдет, например, она говорит, шикарная фотография, все пойдет. И вот предстоит мне встреча с работодателями возле Осло Гардемона, конференц-зал в отеле, и вот там эта встреча будет проходить. Понятное дело, что я не знаю, что это и как. Куратор мой немножко приболела, то есть я не могу у него спросить, в каком формате это будет проходить, что это будет. Я вчера на телефонном звонке сидела, знаете, на ушном, всех обзванила, девочки, у кого было, у кого не было, расскажите, как это будет. Человек пять, наверное, мне дали эту информацию, и у трех из них информация отличается от остальных. В чем отличие? Одна женщина мне рассказала, что это был большой актовый зал, их просто посадили всех, там человек 50 у нас было, люди разных национальностей, разных возрастов, и просто вот длинный стол, сидели, говорит, там человек 15, представители разных организаций, каждый вставал, с микрофона что-то рассказывал, она говорит, и я вот в конце концов, говорит, уже поняла, что на третьем я уже усыпаю, и полтора часа или два часа им все это рассказывали, потом по окончании, придите, возьмите, кому надо информацию, кто хочет оставить свое сэвэ. И она говорит, я уже не помнила, кто что, то есть в блокноте я сама себе там записывала что-то, каким-то оставила сэвэ, но мне, говорит, потом никто не перезвонил, ничего не написали, как-то все, говорит, никуда ушло. Другая девушка рассказала, что тоже это был какой-то отель, конференц-зал, говорит, но там были какие-то как вот кабинки, 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 нас запустили по времени, то есть было закрыто все время определенно, нас запустили, мы со своими сэвэ ходили, то есть большие плакаты, смотрели, читали, если кто-то заинтересовался, заходишь внутрь этой кабинки, отдаешь сэвэ, говорит, некоторые начинали со мной заговаривать, от у меня был просто ступор, я, говорит, только начиналась у меня обучение, не знала, что говорить, как говорить, то есть улыбалась и улыбалась, просто выходила мимо, оставляла им это сэвэ, вот таким способом. И еще одна девочка сказала, что, говорит, нет, никаких кабинок не будет, просто вот много-много столов, и за этими столами, то есть открытое пространство, будут сидеть люди равных организаций, у них на столе лежат буклеты, ты подходишь к каждому столику, берешь буклетик, либо так читаешь, либо с гугл-транслейтом, и просто тут переводишь, нравится, оставляешь свое слово, не нравится, идешь дальше, вот, то есть это никто с тобой не заговаривает, никто тебя, говорит, шоковое состояние не ввергает, вот, я не знаю, как у нас это будет, но мне больше понравится формату, как она, вторая девочка сказала, кабинками, то есть ты заходишь, если тебе понравилось, у тебя есть возможность сразу сесть с работодателем, криво, косо, ну, поговорить, то есть он поймет, твой уровень норвежского, он увидит тебя воочию, то есть, ну, мне кажется, это больше шансов, поэтому тоже, как это будет проходить, я вам тоже все это расскажу, и мне подруга, опять-таки, знакомая, да, ей бог здоровья, сказала, говорит, ты документы свои перевела, и говорю, а зачем, она говорит, поверь мне, это тратится большие средства потом на это, то есть ей пока возможность спросить у куратора, может ли она перевести тебе документы, поскольку я вдова и являюсь мамой-одиночкой, как это подтвердить? Естественно, когда мы прибыли в центр регистрации, я в роды не была, в гардемонии нас всех регистрировали, конечно же, я там сразу сказала, что я ютубер, что я была в Словакии, что я отказалась там от защиты, приехала сюда, прицеливаем документы, то есть я все снимала, все фиксировала, что вот смотрите, я в этом центре, где я отказалась от защиты, вот мне подписывают, вот исходящий номер документа, то есть вы можете все это запросить, я блогер, ютубер, я все снимаю, я работала в Словакии, работала официально, вот мое рекомендательное письмо из Словакии, вот мои документы, вот мои все расчетные листы, вот вся моя зарплата, сколько я везу с собой, вот, и они на меня смотрят, знаете, так улыбаются, ну сказали, нет, нет, это все хорошо, но мы имеем к вам все это, оставляйте документы, приказы, мы имеем к вам другие вопросы, как вы езжали через, то есть маршрут, по времени там, по деньгам даже спрашивали, сколько это обошлось, в каком отеле останавливались, останавливались или нет, как звали водителя, какие-то такие нюансы, которых я даже не знала, я понятия не имею, как зовут водителя, который нас свез в этом автобусе, но это же не важно, конечно же спрашивали, какие моменты видели, чего не видели, вот эти все, но сейчас не к этому, то, что я мама-одиночка, я, конечно же, сразу дала им свидетельство о смерти своего мужа, оно у меня было свидетельство о рождении ребенка, и вот подруга мне подсказала здесь, говорит, а ты документы перевела на норвежский, я говорю, зачем, говорю, я же как бы отдала куратору документы, все это подтвердилось, как бы я получаю выплату на ребенка, она говорит, говорит, поверь мне, потом, если тебе где-то коснется, это будет стоить больших и больших денег, ну не больших денег, но тебе надо будет перевод, потом тебе надо будет это все, ну и волокита, сейчас, говорит, есть возможность, пока вы на интеропрограмме, обратиться к куратору, и куратор бесплатно может вам эти документы перевести, то есть отдать кому-то на перевод, запоминайте, девчонки, очень важная информация, потому что мне ее дали бесплатно, конечно же, хочу с вами поделиться, я подхожу к куратору, спрашиваю, вот, какой документ, такой документ, есть возможность это перевести, то есть не говорю, а, я знаю, вы мне обязаны перевести, девочки, вот это очень тонкий момент, могли бы вы пойти мне на уступки, если есть такая возможность в коммуне, этот документ мне перевести, она говорит, да, да, конечно, я не обещаю, но я постараюсь это сделать, то есть я не обещаю, но я постараюсь, то есть я ее вежливо попросила, она со своей стороны говорит, я обещать не могу, но я узнаю, я постараюсь, и вот конверт, как я вам еще показываю, мне приходит, одна, вы как видите, вот документ о смерти моего мужа то есть он переведен и вот здесь я удивилась что сейчас вам покажу тот кто переводил нет его подписи но я опять таки звоню знакомой грузуши перевести то перевели а подписи нет она у тебя вверху есть исходящий номер документа то есть в электронном виде кто переводил когда документа получил что это перевод такого-то такого-то лицензионного человека лицензированного переводчика который имеет право переводить они все это через google трансляции фух то есть вот эти моменты тоже важны и еще девочки мальчики тоже вам сейчас скажу важную информацию но мне кажется она важной многие из нас имея образование хотят его подтвердить здесь норвегии потому что все таки ну кто-то планирует продолжать свое обучение кто-то планирует просто найти работу работать те кто хотят поставить свое обучение конечно же все мы знаем что вы подавать когда в накут но оказалось вот буквально на днях я заинтересоваться таким вопросом и не ребенка отвечает нет не делай моей ошибки которую сделала я я подала документы в ногу через четыре месяца мне присылать мои документы обратно как бы письмо что сейчас этим занимается не но кота другая организация я там часто на скриншот я даже синим маркером специально обдела что вот нам с вами вот по этой ссылочке ссылочку оставлю в описании если конечно же не забуду вот и такая ситуация девочки мальчики что я четыре года отключилась туган варановского но он был в донецке проходит четыре года 14 год всем известные печальные события меня вызывает как бы мой руководитель и говорит есть планы сделать тебя повысить что с образованием то есть там что у тебя еще повысить надо чтобы у тебя была уже готовая корочка я говорю но мне еще год осталось она когда что там у тебя я говорю ну вот и она слышит что у меня туган барановского донецкий она говорит динерия и куда ты с дипломом днр это говорит сейчас подтереться дипломом днр я говорю ну я же не виновата что такие события в стране произошли моей то вида нет я когда поступала он же был донецкий университет экономики торговли я поступила на учет аудит она может бросать смысла его оканчивать тебе нет никакого я просто перестаю заниматься вот и потом мне приходит сообщение что он переехал в кривой рог и есть возможность поехать восстанавливать нас родилась аню . у него проблемы со зрением и как бы там много других-то нюансов было я тогда подумала сейчас я брошу потом придет время я восстановлюсь но я так и не восстановилась тут мне как бы для работы за руководителя моего образования хватало вот на какие-то такие знаете высоты высоты на момент я не претендовала думал что я все еще успею вот и опять таки у меня нам как не казалось ни зачетки ничего как потери что вообще-то мучились мне рассказал опять таки моя подруженька у меня такая же ситуация я подала запрос в министерство образования месяц образования мне подтвердила в министерство образования мне не ответила но я подала запрос в кривой рог туда куда переехал туган барановский описала прям такую петиту что у меня такая ситуация очень надо подтвердить что я вообще как бы четыре года я же занималась я просим я училась зубрила эти учебники жила там по две недели общежития в очень таких знаете как сказать спартанских условиях потому что не было средств снимать какую-то квартиру все там у меня были знаете облезшие стены то есть порванные обои в прямом смысле слова полопаны линолиум кусками где-то был где-то не был чтобы получить хорошую комнату нужно было договариваться с то есть приплачивать надо было чтобы получить хорошую комнату у меня не было лишних средств то есть семья маленький ребенок финансов не очень много поэтому я говорю мне любую комнату какую угодно и душ был далеко частично было холодная вода и там когда на последней сессии за судилась так что просто сейчас дело не в этом и вот подал запрос они отвечают туда в реестре мы нашли данные что вы учились в туган барановского в донецке с такого-то по такой-то замечательно но что допустим вы были отчислены и вот этот документ тоже я подала мне тоже его перевели информация то есть вот так вот я вам покажу на искать то есть я его тоже перевела в случае чего потому что когда все вы мы пишем что мы что-то закончили что обучались надо такое-то документальное подтверждение если у вас нет документально вы его не указываете потому что любой момент дадут запрос а подтвердить вам нечего потому что все таки я думаю что мне хочется получить работу мне хочется выйти на самообеспечение но с надежками языком конечно с тем уровнем который у меня мне сложновато это вам рассказала потом еще она не рассказала за другая девочка сказала за ипотеку информация не подтвержденная но рассказываю то как я это услышала что для наших соотечественников сделаны какие-то льготные условия если вы имеете работу 80 процентов занятость то есть не сопроцентно хотя бы 80 и не важно это у вас одна работа или у вас там на 10 работах вы набираете эти 80 процентов есть возможность получить жилье в кредит от хусбанка позвонила знакомая 10 минут прошло мысль потеряла эти процент процент аванса сейчас не помню даже процент аванса ну то есть если кому интересно погуглить эту информацию спросите зайдите на сайт хусбанка там эта информация есть тоже очень хорошие новости что не надо нам там найти там 20 лет работать там 50 процентов аванса чего так такого есть вот такие для нас хорошие новости еще под конец вам скажу что в торговом центре сегодня иду слышу сзади то есть пообщалась с одной своей знакомой слышу сзади наталья то есть я думаю что ты мне та же самая девушка зовет поворачиваюсь я вижу что у меня идет другая совсем девушка улыбается такая счастливая говорит а я уже подписчица я смотрю на ютубе говорю очень приятно как мы здесь недавно то есть ваши ролики очень сильно помогли перед выездом смотрели вы делаете очень нужное дело столько полезной важной информации я из ваших прям видео много всего почерпнула то есть хорошо что вы ведете вот такой прям будни снимаете именно скупились то купили это потому что в повседневной жизни много таких нюансов которые вы в другом захотите рассказать не расскажете вот и вообще все какие-то вопросы в телеграме в шапке профиля есть мои контакты пишите звоните не стесняйтесь и что хочу как мы с ней сфотографировались вот на память потому что ко мне очень часто подходят люди там наталья здравствуйте все 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 я как-то знаете стесняюсь вот сказать что вы знаете вот мне люди подходят и на улицах и пишут и говорят что вы делаете такое нужное дело что мы благодаря им выезжаем мы не боимся вы нас морально поддержите в людей мотивируйте вы не дайте умом пасть духом а потом думал почему почему сидят это сказать если вот так и есть если люди подходят мне это говорят это знаете это дает мне силы вот я пришла и на эмоциях я получила на этот заряд что я все правильно делаю что я делаю полезное дело я прям на эмоциях сняла вам новый ролик Поэтому, если вы меня встречаете, не стесняйтесь, подходите, здоровайтесь, я не кусаюсь. У меня нет там короны на голове, я, ну, самый обыкновенный человек. Все, пока-пока, до новых встреч, и с кинем вашей Анталии Чалая.